Судомодельный спорт возник в начале 20 века на базе экспериментального судомоделирования. Тогда же состоялись первые выставки настольных модельных кораблей. И вот спустя уже 100 лет этот вид технического спорта остается актуальным и на сегодняшний день. Славянск-на-Кубани в очередной раз стал столицей проведения соревнований по техническим видам спорта. Побороться за звание лучших в этот раз приехали 60 участников из 11 муниципальных образований Краснодарского края. Каждый из них привез в наш город результат своей кропотливой работы – модели военных, гражданских судов и судов для фигурного класса. Открылось мероприятие торжественным построением делегаций. С приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель районного совета Григорий Литовко. Хочу вас, ребята, прежде всего поблагодарить за то, что вы занимаетесь таким нужным и очень перспективным видом спорта, можно сказать так, судомоделированием. Это прежде всего воспитывает вас усидчивость и многие такие качества, которые сегодня востребованы. В это время на воде уже всё было готово к соревнованиям. Часть озера огорожена для запуска моделей. Установлены специальные столбы-мишени, по которым определяют баллы. Чем ближе к центру и меньше столкновений, тем больше очков у команды, отправившей судно в плавание. Но прежде чем приступить к выступлению моделей на воде, судно проходят стендовую оценку. Стендовая оценка – это соответствие модели прототипу, то есть настоящему кораблю. Участник предоставляет чертежи, по которым он строил модель. И компетентные судьи проверяют, соответствует ли модель. То есть сделано что-то самовольно, либо придерживались полностью чертежи. И, соответственно, чем ближе модель к оригиналу, тем выше оценка. Судомоделизм – один из редких видов спорта, который сочетает в себе искусство и хобби. Ручной труд и современные технологии. Детальное изучение истории флота и судостроения. Для участия в соревнованиях юному судомоделисту нужно самому сделать модель – точную копию настоящего корабля или судна. Это очень кропотливая работа и занимает долгое время. Работа начинается с изучения чертежей корабля. Затем спортсмен своими руками изготавливает каждую деталь модели, вкладывая в неё душу и сердце. Стойкость и упорство – вот главные качества судомоделиста. На изготовление одной модели корабля иногда может уйти долгое время. Участие в соревнованиях, владение своей моделью на воде, применение всех знаний, умений и навыков делает юного судомоделиста-спортсменом. Это даёт ему в будущем не только спортивные достижения, но и зачастую техническую профессию. Так, например, Климент Ганделян из города Белореченска с 10 лет занимается судомоделированием. Сейчас ему 15, но, как говорит Климент, с выбором профессии он уже определился. В будущем он мечтает стать авиаинженером. Эта модель сделана за 6 месяцев. Я вложил в неё свой труд, усидчивость, много очень точил, выпиливал. И в итоге получилась вот такая модель. Пока на озере проходили соревнования, все желающие и заинтересованные люди могли наблюдать на сцене модели кораблей и судов, сделанные профессионалами. Заведующий лабораторией судомоделирования Новороссийского государственного морского университета Александр Сивенцев представил свои модели. Все они уже неоднократно были лучшими во всероссийских соревнованиях по техническим видам спорта. На протяжении трёх дней радиоуправляемые модели военных и гражданских судов будут состязаться в скорости и манёвренности. Участие в таких соревнованиях позволяет продемонстрировать своё мастерство и обменяться опытом с другими судомоделистами.